Только вчера рассказывал ребятам историю. Наташ, ты долго сейчас тратишь? Нет. Мне бы неплохо кто-нибудь, чтобы другой поговорил со мной. Пожалуйста. На второй, на третий проект я тебе сказал, прекратите, пожалуйста, тут дурь, чтобы больше не было. На следующий проект Сильфон, тащи габло! У нас в Екатеринбурге считается самым компактным мегавильником в России. Есть пробки, но в тремени примерно за 30 час можно приехать вообще в любую точку города. И мы всегда на площадку приезжали, закладывали два часа на монтаж и поехали. Все, мы везде все разговаривали, не помню чего. А вот здесь, в Москве, я понимаю, нужно выезжать в 6 утра, а после уже начинается все стоять. Ну, здесь, по-своему, я не успею, а у нас если встанет, то встанет. Да? Да. А еще в пробках весят обочечники, которые пытаются лезть вперед, впереди всех. Собственно, из-за них пробки не перенялись. Ну, ничего. Я надеюсь, подружусь с Москвой. Есть прекрасные люди, прекрасные специалисты, с которыми очень хочется работать. С Антономом. Крайне удивлен. Я вот в Афе с коллегами, мы подписаны на вас. А вы что? Я говорю, вот, ребята, перейдем в Москву, может быть, когда-нибудь посчастливится работать с Антономом, с Алимомом. Вау. У меня идите с самого утра, и появляется вот этот прекрасный человек, который мы прям все видео смотрим досконально, обсуждаем с командой, с ребятами. И вот такой все происходит. И этот видос, скорее всего, выйдет перед Новым годом, так что поздравляю всех с Новым годом. Да, уважаемые друзья, поздравляю всех с наступающим 2022 годом. Надеюсь, что у каждого из вас будут прекрасные мероприятия, прекрасное настроение, прекрасное… У меня идите, пожалуйста. Сегодня мы поговорим о своей лицести. Прикольно. Прошли, когда вы говорите на английском, чтобы вообще все. Так, все, я развелся, все хорошо. Я не про личную жизнь. Хорошо. Ладно, с поздравлением потом. Так, плазма для спикера. АРМИНСКОВНЕМОДorenо… АРМИНСКОВНЕМОДРА Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok зайти в папочку здесь по управлять чем-то 10 секунд 20 секунд это для спикера я устанавливаю таймеры и нажимаю старт и таймер пошел до набираю 10 секунд он сразу меняется 10 и спикер должен прямо ложится но нет тут следующая история люди пришли соответственно возвращаясь к нашим баран того по логике проведения собственно мероприятия я выкидываю превью собственно то что мне нужно на 3 серии я стою сейчас под заставку соответственно мы благополучно должны объявить процесс начнется в один сценарий да я аккуратненько фейдом соответственно перехожу дальше мы понимаем что в 1100 мы соответственно ничего не начнем я соответственно убираю титр переключаю на следующую сборочку аккуратно перехожу да не делаю никаких сложных здесь управлял титрами как бы на 5 титров это абсолютно не нужно да там что-то рисовать как бы забавить какие-то анимашки тогда но по крайней мере так аккуратненько без какого-то переключения дальше соответственно готового у нас начала перешли работаем идет динамичная история переключаемся соответственно по камерам дальше готовы выступ выходить на презентацию у нас соответственно этот момент первая камера в эфире надеюсь товарищ спикер мы готовы ходить на презентацию у нас оператор скадрировалась как надо мы аккуратненько перешли красивый мир джон соответственно и через такое управление через превью через внятную последовательность и болезнь а это мне как раз надо будет как кадрироваться за то есть мне где-то здесь его надо будет держать мы поговорим когда спикер обсудим по полу того где как они у нас встают соответственно скорее они все-таки будут кучковаться в левой части подключения твоя камера это больше такой ракурсный соответственно общий надруховку и соответственно когда их несколько будет человек на сцене до что молодец окей ключевая логика просто куча народу дело так что накидали все входа в микс как бы здесь мультикранные заставки и начинается на что что мероприятие я ищу здесь камеру как бы да я подбираю вот это вот лику и перехожу вот это вот клипу перехожу когда это все секунды 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 который зритель смотрит уже дал как вот ритм мероприятий видят там докладчик начинает поступать типа вы видите на первом слайде моя презентация у меня нет очень презентации потому что режиссер где-то там мышкой бегать соответственно через такую историю как бы через работу привил через нормально назначенные кнопки и во первых приучаешься сам для себя когда просто по-человечески то есть ты понимаешь уходит скитер а ты понимаешь а будут какие-то приветственные слова после этого соответственно мы будем ходить на мультикран с презентацией поэтому сразу же вывели в предыду оператору по связи сказали правее и левее подкадрировались соответственно вот получено вышли мерджом соответственно товарищ выступает сразу ставим презентацию превью потому что в какой-то момент у нас может быть ситуация что она приведет на презентации какой-то высоко детализированный текст как бы да и в окошке будет не очень хорошо смотреться соответственно мы его увеличим но при этом соответственно рука благополучно сидит на катин на кнопочке на 2 если вдруг по какой-то что-то причине проблемы какая-то с презентацией затык там не знаю там он не тут но нажала на закрылась я моментально выйду на камеру да соответственно у тебя что-то готово что-то лежит на горячем подхвате и этом есть индикация куда что то тебе не нужно сопоставлять что у тебя в эфире что у тебя горит здесь потому что у тебя все подсвечено по конку это такая классическая на самом деле опять же телевизионная история да где есть превью где есть программа но поскольку на этих эфирах всегда есть какие-то мультиэкраны титры и так далее так далее все забить в программу это реально во-первых у тебя очень много места займет вот так это просто неудобно да потому что далеко не все тебе есть смысл быстро искать горячий на год поэтому вывели в превью то что тебе гарантированно нужно будет аккуратно переходить тот минимум который нужен на горячий вывели на горячие сделали соответственно удобнее по себе основные переходы сделали управление каким-то всяким разным мониторингом все минималистично все да я нажму кнопочку стрима также могу даже ее повесить и отработали сетирку полученного на эти штуки в обычном музыкальном магазине или не совсем нет они продаются абсолютно свободно в компьютерных магазинов специализированных а ребята стрим джи свободно слушай ну нет они очередь когда их можно заказывать как бы это под заказу не сильно сложная штука нас 20 может поменьше будет больше десяти а как и вы микс их программирует прям вот настройки а вот обычный шопкат и он видит вот соответственно есть таким же образом назначается активатор опять же отдельный плюс то что можно на одну кнопку повесить несколько действий до в ситуации когда можно где-то триггерами что-то решили что там по запуску такого-то ролика там я не знаю у тебя там ушел и запустилась музыка а можно просто будет паучно повесить все на них по сравнению с миди контроллер но здесь есть ровно один минус как бы за который как бы многие не любят ругают да это то что у него нет фейдеров давно даже уже ребята рассказывал у меня любое мероприятие выше среднего да у меня есть звукорежиссер у которого фейдеров в количестве соответственно это работа отдельного человека я получаю готовый микс соответственно не но на фейдер можно вайп вынести не шторка это который микс и типа ты бар как бы да на самом деле опять же управляемый прям переход что ты должен не на мягенько фейдер переходить но это максимум концерты на конференции как бы я не буду очень нежно переходить на презентацию как бы на тот момент когда у меня тут там спикер показывает как человеческое лицо устроена соответственно у меня благополучно фейд забить ответственно какие-то классические переходы длинный короткий там сделать несколько фредов я спокойно могу а именно вот там а чтобы ручками грамм переводить но это вот максимум концерт в данном на концертном многокамерах и я скорее не буду делать у него микси я поставлюсь просто тем с нормальными кнопками и график и просто будем заниматься один человек и все-таки конце на концерты лучше от им вот следующие то есть вот эта вся история как он концерт не потянет она потянет здесь вопрос удобства и надежность когда просто многокамерная съемка и товарищ режиссер этот самый сколько у нас в родных городах 7 камер я сам клопал прямой эфир да у меня тут самые пять камер на штативах 18 метровый операторский экран и стадикамщик на радиоканале соответственно мне обратить внимание еще на интерфейс микс здесь какие-то настройки просто вот уже как бы фокус внимания поэтому не ставить димовый монитор мне ставится от и мужская консоль я работаю только вот этими камерами соответственно картинка отдается на отдельный ком где график накидывает доставки титры перехода там на какие-то окошки еще что-то и так далее так далее да просто разделяю соответственно на многокамерную историю важно становится как там синхронизация камер которая там умолчанию делать нормальный мультивью нормально управление в микс он охренительно совершенно инструмент когда но в первую очередь он нужен там где много графики много окон как бы любые какие-то соответственно за мисс же он же тоже делает какую синхронизацию видео сигналов которые все равно 30 становишься там сильно более зависит там от софта и все так грубо говоря вы микс запихнуть там не знаю две три четыре камера как бы обвязать все это графика как бы это отлично но уже больше трех уже там грубо говоря какие-то там 8-10 камер уже не то соответственно нет муром отдельный ноут к пашку возьмите на чайку крест ну как бы просто apple надежней все такое добро пожаловать в двадцать первый век двадцать уже ушли те времена когда apple был бы факт стандартам такие продакшен вы собрали вот шесть таких штучек мобильных да здесь собрали как вот очень громко сказано потому что эта платформа для досборки так называемые входит собственно корпус материнская плата здесь и сборки добавлен квадро 2200 до захват 4 это что не за разъем такой этаж диме что дисплей как бы тут сборок на оплата black magic а это что заплата то родная что это собственно его материнская его материнка все это такая специфичная по форме да у меня такой шикарный совершенно форм-фактор он ничего не весит это четыре с половиной килограмма спать 22 штуки я возил последнюю комнату вот уже работали на корабле с ребятами как раз у них такие что мы попробовали первыми на да 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 я знаю что он мне сказал что он взял но мне тогда еще сказал ты не не выкладываю где мы взять все портативная когда то есть не первые нюки как не extreme они куску попробовали это уже года три назад с определенными ограничениями на них работали но кружать линейка наблюдали поэтому когда вот эту штуку видели схватили одну погоняли поработали полгодика по прожигали купили на и девятом посмотрели сравнили налоги еще дофига от а девятая строчка из а9 даже и 9 и 32 гига оперативка 32 на хард такой или не хард здесь м2 до терабайт и на 250 стаекла даже вот система отдельно записи на запись хард но соответственно два раздела вот по этот вопросу про самолета нам мы знаем как самолетов летать круть потому что кода раздавать багаж это ну ладно весь продакшн считаю сюда продакшн в кармане ну почти ну нет опять же зависимости от задачи то есть вот еще раз здесь послугу но словно с 4 входа плюс два тандерболта на таких коробках разрешения могу него завести и шесть ходов чисто физически сделаем на не касаясь нам идеями бердок остального соответственно на девяносто девять процентов выездных проектов давеча мы собрали один хом который собственно сколько у нас двенадцать ходов 12 ходов видеокарту 3060 а и 9 просто есть просто бьют и совершенно самолет а это мы его очень долго собирали именно потому что мы подбирали все комплектующие чтобы при всем при этом вместе с корпусом по размерам фамасе вылезал в ручную кладь именно в ручную кладь это был основной вообще это получается тоже вы все проектировали да вот кофры прямо именно по штативке делайте нам такой у нас у нас ребят тоже сейчас так делают но желтый звук да да и потому получился кофр звука мониторчик кофр резервная резервная коммутация и камера и еще кофрик и того получается погоди сколько раз два три три монитор и камеры здесь же 19 дюймовый монитор на котором по сути мог отработать но поскольку у нас есть московский партнер который нам по мелочи как раз уж тут тот самый девито школа для резерва а я работал на большом красиво как бы привезлось соответственно в таком же формате по городам летаем когда на до клево то есть то получится три человека да и перегрузку расписывать без перегруза даже пусть по-разному ну если есть денег отвезти в другую город трех человек потом пятерку на перегрузу ну в принципе бюджет найдет но вот между прочим кстати по поводу индия и все остальное на бывали истории когда серия нужно очень компактную команду какую-то отправить соответственно купа там на 200 метров из диая да не весят в общем как бы как половину нормам багажа собирали тракт полностью на индия и ребята ехали индия и погоди там летая пара до матрица соответственно не везли коммутацию вообще просто заказывали там типа 300 метров этой пары ребят приезжали в город приезжали магазин забирали и приезжали на площадку разматывали обжимали отрабатывали сворачивали дарили вот так вот местному админу следующем году встречали вот так вот с каравай это как мы с кранами мы же с краном с краном когда летим с поляка мы тоже так блины заказываем спорт мастере и потом и потом блины на площадке дарим парни вот пока вы все стоите давайте с новым годом все пожелайте моим подписчикам моего канала потому что я видос монтирую нам только новому году не раньше я постараюсь к новому году смонтировать окей спасибо